Всех вульперов в первый раз есть. Тоже хочу. Я понимаю, что по файшеру там в первый раз есть. Так, по поводу перифаза. Кому надо увидеться. Если кто-то что-то знать не будет, а потом скажет, что я никому нихуя не объяснял, блять, ну значит, будем начислять. Женен, у меня в дисплей сидеть не вариант, потому что, блять, а что еще когда-нибудь в обычке сидеть. Или мы сейчас типа в обычке будем показывать, что делать? Не смонтик покажет. Да. Так как ты хочешь переводить? Ты хочешь вплотную проходить к барьеру? Там 20 секунд будет с четверга. Ну с четверга сейчас. Или ты хочешь типа на будущее? Что, на будущее, чтобы проблем не было? Плюс я хочу посмотреть, удостовериться, что все все, как говорится, с первой фазой помнят. Все-все умеют. И плюс, желательно зайти на перифазу. Мне надо пару мелких протестей. Мобов. Типа, как они идут к этому, что ли? Ну, к маленькому фениксу? Не понял, а что на рулет в рейде? Это Артемия зашла или? Или сам рулет? Сложный вопрос. Интересно. Кто в рейде? Рулет сам или Артемия? Женен, у тебя стоит вуду? Или не стоит? Или какой у тебя? Если хилбот, забей себе просто дебав. Тебе сейчас дебав просто скинем, и ты его забьешь себе. Ты будешь видеть. Кто в рейде, Карина? Бля, жена вообще никто в аддон. Я тебе могу быстренько скинуть воду со своими настройками. И там типа будет отображаться. Короче, даю проверку на присутствие. Скажи, как меточки слева направо расставишь. Он в ряду, ты спорта зашел. Когда будешь объяснять. Чего, уже командировка закончилась? Не надеялись, не ждали. Иди гуляй. Так, я уже объяснил. Скажи, как меточки расставил слева направо. Никак, по очереди расставляю. Ну, и скажешь потом, просто. У меня нету с вами. Примерно, примерно. Поднимаемся вот через эту платформу. Встанем. На себя поставь, пожалуйста. Ну вот. Как у тебя раздавака в рейде появилась. 20 хосты. Этот. Так пускай вкачает. Проблем. Этот. Дальше. Поднимаемся все через этот подъем полный. Стоим рейдом. Я, ну, рулет, и левой танчим босса. Здесь. Дальше. Появились первые лужи. Появились первые лужи. Это факт того, что нам надо переводить босса. До вторых луж нам надо перевести босса. Поэтому по максимуму дпс даем в босса. Может даже геру нет, смотря как вариант оставить. Гера нам надо будет взергануть. А, ну да. Тоже верно. Это. Терачим, короче. Ну, стоим здесь на позиционке. На позиционке. И, получается, что делаем дальше. Появились первые лужи. То есть мы видим, у босса, допустим, 8-9%. Надо эти процентажи. Это 5% чтобы пошла перифаза. Что там нерфа, она будет проходить. Почему в этот именно момент? Только после первого каста лужи. Потому что после второго каста лужи появляются мобы. Мобы не пропадают во время фазы. А эти. А лужи пропадают. Нам надо, когда первые лужи разлились, до второго каста лужи у нас есть там сколько? 35 секунд примерно. Чтобы перевести эти проценты. Переводим эти проценты. Дальше все. Ну вот, босс ушел на перифазу. Фаза будет длиться 20 секунд. За 20 секунд. За 20 секунд. С вашей позиционки примерно здесь. Примерно здесь, да? Блядь. Ну вам будет времени достаточно бежать до края платформы. И всем рейдом полностью подняться вверх. Поднимаемся вверх. Парада, можешь не переписываться, а показывать, что объясняет пианист? Дальше поднимаемся вверх на платформу сюда. Что делаем дальше? Дальше. Мой скейн включить, и тут видно. Я подумал так, что мы не будем делиться на кэмпы. Мы не будем делиться на кэмпы. Дальше. Что нам надо будет сделать? Нам надо будет там 25 лямов. 25 лямов примерно сносится по времени блядь, не знаю, 2 минуты должно снестись, если всем рейдом стараться. Максимальному нам надо быстро слить первого моба. Сливаем первого моба. Сливаем первого моба. В первом мобе. Объясняю наши действия. До первого каста перьев там достаточно дохера времени не будет, то есть 20 секунд. Плюс потом первый каст перьев, милики. Вы стоите под боссом, ну то есть под мобом, хуерите мобом. Дальше. Первый каст перьев вы просто назад делаете, отбежали, вынесли перья, встали дальше на позиционку, дамажите по максимуму. РДД зона вы уже стоите вот здесь, где-то звездочек. Первые лужи появились, первые лужи появились. Это. Вы вместились сюда. Дальше продолжается. Сферу того, что у нас рейд наполовину РДД, наполовину физушных, 25 лямов, 25 лямов мы залем при всех усилиях первого феникса. У нас там бурсты откатятся во всех, потому что будет перефаза. Хватит. По математике тоже хватит. Даже с учетом того, что имун, имун будет на 80%, все равно ДПСа хватит. По математике сносим, короче, феникса, сзади появляется 10 мобов. Сзади здесь появится 10 мобов. Эти 10 мобов пойдут к следующему фениксу. Будут идти преимущества к этому фениксу. Следующий. Это самый ближний для них феникс. Что делаем дальше? Смещаемся, то же самое, РДД подальше становитесь, бьете феникс. Милики поближе, но опять же лужи выносят. Это 10 мобов идут сзади. Фарада дальних мобов замедлить. Дальних мобов замедлить. Погоди, а ты уверен, смотри, то, что у него, мне кажется, касты непрерывные, то бишь, смотри, вот мы перевели после первых перьев, потом у него идут перья, ну, оставшиеся, один каст, и потом из этих перьев мобы вылезут, опять все по-новому. Или ты думаешь, у него на второй фазе обнуляются, как будто, все касты? Я уже по видосу смотрел, там полностью все обнулись. Понял. Вот, и, короче, смотрите, дальше. Я мобов могу замедлять, только в фрасте спики. Да задни ты как замедлишь, вообще, без разницы. Ну, я никак не могу файер и их замедлить. Ну, старайся, что делать. Все, чем ты жил. Этот. Дальше, что делаем дальше? 5 мобов Фарадея, которые замедляют. Локи, ближним мобом, которые будут вот здесь приняты, вы даете баны. Два моба доходят, прохиливать. На этом первом мобе, на первом мобе будет у нас всего лишь один танк, один танк и два хила рейд. То есть, здесь останется ДЦ и ресторшем поле. Дальше. Я вместе с иеной, с иеной, буду на втором. Мы здесь будем, я его буду танчить, иена меня будет прохидывать. Плюс, частично, сам будет стоять примерно здесь. Второй, это у нас какой, напомню, с печальный такой, простой. А этот, вот, дальше. Стоим, короче, бьем вот этого. Я с иеной танчу, пока вы того добьете, мы тут простоим. Этот, и плюс, иена еще будет доставать ход и тереет. Там, по сути дела, даже 4 хил. Дальше, твой, это твоя основная задача, твоя основная задача. Стоять на последнем фениксе. То есть, и так по кругу будем идти. Но уже появляются, там мобов будем сливать. То есть, вот эти 10 мобов, эти 10 мобов будут сливаться от следующего феникса. А тот, который мама тосят? Там и рейндж, в принципе, достающий. То есть, в принципе, нормально. Дальше, на этом фениксе. Здесь танк не нужен, здесь танк не нужен, здесь нужно сбитие костов. Плюс тут фир. Поэтому, здесь на этом будет стоять кирс. Первоначально, то есть, ты отдельно от всего рейда побежишь, будешь стоять здесь. То есть, там времени хватит, чтобы тебе сюда добежать. Здесь будет стоять кирс, и плюс здесь будет стоять у нас Джонни. т газ. Вот примерно будет стоять звездочку. Ты будешь доставать и кирса прохиливать. То есть, даже если что, сам будет. И будешь доставать, подхиливать. Допустим, если тут будет нурлет стоять, будешь нурлета стоять подхиливать. Нурфлет косты может сбивать Фирс там косты может сбивать То есть у нас получается Воит на первом, я на втором На третьем не надо Нурфлет на последнем Косты будут сбиваться, но опять же Фирс смотри, основная твоя задача Это будет вовремя отворачиваться Фира Тут Фирт такой же Как на Джайне, да, как я понимаю? Такой же, то есть там 2 секунды будет С новым Вот, и получается Будешь отворачиваться Будешь отворачиваться Ну и просто косты будешь сбивать Плюс тоже дамаж Ну, то есть можешь дамаж Танки, которые тут будут стоять То есть фирлет, допустим, да Тоже дамаж без проблем По поводу Чего еще И дальше, следующий Вот этот моб, самый будет хуевый Вот этот Его, блядь, зергануть Быстро Не получится Сразу Чумоп Соблакированные Енманы Фир, блядь, хуярит Если вы вовремя отворачиваться Не будете от фира То есть У вас будет стоять По 5 секунд фире Ну, там уже 5 РДД зона РДД зона В преимуществе В преимуществе После второго феникса Все Идете Вот сюда И бьете первого Поделимся тут на две части Леш, можешь повторить еще раз Куда Там фара долагает После второго феникса Вы пробегаете Идете на последнюю платформу Это тупо РДДшный феникс Где заходит Тупо Мах урон Это сделаем для того Чтобы лужи Которые будут появляться Сзади Лужи, которые будут Появляться сзади То есть Мы их поделим На две части По 5 мобов По 5 мобов Будет К вот этому фениксу К вот этому Который вот здесь На последней платформе Будет Пример И 5 мобов Будет идти К тому фениксу Плюс Не забываем Что 5 мобов 5 мобов Останется После После второго феникса Тоже будет туда идти Поэтому Локи Локи Останетесь на этом На Третьем фениксу Вся остальная РДД зона Сместитесь сюда По быстрому Короче В два кемпа Херачим Тут будем Давать еру На последних Двух фениксах Мы будем Давать еру Поэтому Максималку Все бусты Тому подобное Надо будет снести Всего лишь Сколько Всего лишь 50 лямов С учетом того Что тут кир стоит Я думаю Он там Лямов 4 надамажит Надамажит Даже 5 45 лямов Останется Слить Мальдазар Просится Блять В этот В ОКХМ А В ОКХМ Сорян Этот Дальше У нас есть Время Слить Короче За 4 минуты По времени У нас будет 4 минуты Слить 2 моба За 4 минуты Нам надо Нанести 45 лямов 45 лямов И В принципе Босс будет Убит 4 минуты 45 лямов Это легко С учетом того Что Будет урезаться Ярость Энергия И мана Ну Блять Придется Попотеть То есть Ретрики Сразу Отлетают То есть Вага Можешь сразу Ити Блять На последнего Походу Потому что Ты тут Вообще Урона Не несешь Особо Мана Не Ретенется Плюс Тут Еще Надо Будет Отворачиваться От Фера Тут От Фера Надо Будет Очень Сильно Отворачивать Потому что Блять 5 секунд Фера Это Дох И еще Я Последний Рас Скажу Либо Я спекаюсь Во фроста Я даю 10 тысяч За Медло Либо Я файре Даю 16 Но Без Замедло Почему 16 20 Да Вагон Но Fire Только Blink Кольцо При полной Прокачке 70 А Ну Тут Без Вариантов Короче Фарада Как хочешь Так делай Главное Что Делал И Главное Что Я буду Fire 20 тысяч ДПС Должен Не Ебет Держи Чтоб Допал 20 тысяч ДПС А еще Всех Элементалей Банить У тебя Биз Блять Мах У тебя Двадцатка Должна Как Анапланетянин Видите Бегу Главное Что Был ДПС Все пухи лампа составу как будем вообще убивать пусть лампу составу через пять минут будет пусть им отмирал то написал вроде на подходе нет генерал то конечно шоу часть саня у тебя практика раньше закончилась что там снорблетом не поменялось сложно не поменялось вы идите все я скажу когда зайти не заходить что заходить блять тут первое стоит что делать разворачиваемся выходим манараут спектр так а я пока подумаю по таймингам как лучше захуярить так карта есть как сделать так как сделать так по таймингам успевали пока не по каким таймингам ну в плане дпс и тому подобное чтобы я понимал где нам хватит дпс где нет давай сначала каждый пол переводить на вторую фазу ну давай ладно это поехали а там у последнего феникса на второй фазе у него урез физического урона 80 процентов или прям 100 процентов 8 на одном 80 урона на втором 80 физ урона ну опять же вы не во всех там будет физ урона урезана 80 процентов на пятерых игроков лидия кидается дебаф то есть на каждом фениксе пятерых кидается дебаф то есть на увеличение агро на втором фениксе пятерых кидаются этот поехали трошечок народ пути пудай мы в тебя верим как я сейчас быстренько сплаву в это на теле дросилу и все готов гевка потом крэски присумонишь там крэски да ты там рядом же будешь ты через долларан или как-то после убийства варе нет нет сразу после того как он очистки доделать да и блять я заметил то что он на фестиваль только наверно в пятницу я только что заметил то есть он идет уже в какую третью неделю да просто пока мы не перейдем на вторую базу и всем рейдом и перейдем на вторую фазу мы не сможем проверить тайминги по которым мы будем успевать ну реально по которым мы будем успевать бить босса где успеем где нет я только не пойму а вот эти маленькие на второй фазе будут успевать мы их будем контролить они будут идти к этим фениксам а если они доходят они такую же суперновую по всему рейду шарах ну да ну так и как бы это будет сложных контроль в одном кемпе они дают дойдет один феникс во втором еще один феникс третьем еще один и пиздец будет нет так а чё вам не говорить воронка всем привет воронку я смотрю там уже мало людей осталось у меня есть дерево у меня есть дерево два куска в банке лежит два куска в банке лежит короче пора закрывать лавочку с воронкой еще на мейнспех надо я еще ни одну не лутал ты мятежа не боишься? да не я просто этот надо закрывать лавочку там уже мало кому осталось и выдавать по необходимости если не допустим я не могу ее забрать пока бой если там надо допустим лавочку окей все все воронки сразу приоритет если вы так продолжите мобов пиздец я ее так и не заберу мы инспеки всем собрали все должны быть рады я же продолжил все повыбивалися все все уже бегают довольны я давно я кстати очень давно держался чтобы не посмотреть лут вообще в адвас луте на эти рейды но почему падает получается печенька на т5 только с последнего босса или это не идеальная услуга а не последняя версия кстати тут инфа инфу слили там заязы героически уже делают а мы уже видели с него все пусть начало окон первого босса не убили они еще один нас открывают ну значит кто-то близок к убийству да не такой близкий интересно кто они все бомбят что на вторую салфу перейти не могут да это они так для отвода глаз чтобы типа все думали что никто не трает и чтобы нерфили еще асгарды по-любому там уже килли ебашут не асгард не трает я к асгардам заходил в гильду они не трает даже банально по стримам асгардам видно что они не трает ну это странно тогда потому что у них такие персонажи типа даже мы до второй фазы уже доходим а они там вообще наверно в пуле вы должны переводили на вторую фазу но они бомбами знаешь как говорил альбит это рестор друид асгардовцев он говорит что типа асгардовцы очень много боссов просто билут зергом даже актуальный контент он когда смотрел стримы джок он говорит а вы говорит за орду берете именно тактикой у вас типа дпс не хватает они просто привыкли а тут боссы надо не нервшат сильно боссов да они привыкли стоять и бить а тут надо водить поэтому у них это сложно да стрим асгардов с оках эм там сбрасывали видос оках эмалара первой фазы как они переводили на вторую блять вот эти 50 мобов которые идут за боссом блять как-то мне блять надежды не вселили я и говорю асгарда вообще не капает так что вы не равняете асгардовцев перешли короче на вторую фазу и эти все 50 мобов по воздуху пошли к этим к мелким блять я просто еду охренел зергануть не получилось да да я понимаю что зергануть не получится алара то есть вторую фазу блять зергануть тоже особо не получится тоже надо блять так как бы соблюдать те же лужи те же блять просадка по мани пиздец какая идет вообще дайте что нибудь там это на манну крест повесить не помогу в принципе зергануть вообще никак не выйдет так вот они привыкли это делать поэтому им тяжело допустим вот первая фаза ну как ты тут блять боссы зерганет моба все равно надо боссы то есть в любом случае мобы будут а боссы сливаться потому что с мобами еще тут тайминги надо рассчитывать на первой фазе так чтобы боссы перевести чтобы мобов осталось там 2-3 максимумов на тело-то тут да тут посмотрите скоро сейчас и это у нас тдпс тоже весьма неплохой в сравнению со сгарлой то есть я не сказал что люди всем так кстати гена ты мне недавно говорил что мы не переведем на вторую фазу потому что это урон не захиливается помнишь да я недавно эту фразочку вспомнила ну и чё я говорил то что не захиливается типа когда ты бахаешь сверхновую типа это не захиливается видишь мы друг друга не поняли а я говорила в целом все это захиливается по танкам и тут засмеялись хилы да и тут засмеялись хилы поставь булочки что ли все уже сожрал все давай пишу Продолжение следует...